Всем привет дорогие друзья, с вами снова Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид игрушки и сегодня мы продолжим проходить Life is Strange. Что же у нас произошло в прошлом эпизоде? В прошлом эпизоде мы сопоставили улики и они привели нас к этому месту. Какой-то старый сарай посреди леса, я еще не знаю, что здесь именно обстоит, что здесь происходит, так что давайте потихонечку осматриваться. Нам нужно как-то проникнуть туда. Ватсон, мы смело можем утверждать, что у этого древнего устройства есть алиби. Ну такое, знаешь ли. Что тут у нас вообще есть? Я не вижу, где пока мы можем пройти, хотя вот лист металла, видимо, можно отогнуть. Да, так и есть. Но давайте сначала еще осмотримся, прежде чем уже попытаться залезть туда. Хлоя, что скажешь вообще? Хлоя такая бесстрашная, интересно, откуда в ней это? Здесь, что у нас интересного? Есть еще одна дверь, которая не открывается, так как... Подождите, она открыта. А, она заколочена, да. Несмотря на то, что на ней есть замок, но он открытый. А может быть в багажнике Хлои у машинки есть что-нибудь? Не, ничего нету, поэтому здесь мы вряд ли сможем с чем-то взаимодействовать. Видимо, у нас только одна дорога. О, что на знаке написано? Not trespassing. Не для нас писано. Ну, наверное. Бандиты вы же, вы постоянно сейчас всюду вламываетесь, фиг знает куда. Сюда мы пройти не можем, кстати. А может быть и в будущем сможем, потому что это здание выглядит как то, которое можно будет осмотреть. Но это вряд ли. Я думаю, это просто чисто для фона. Так, ну птичку мы с вами уже вроде фотографировали. Так, можно назад? Я на всякий случай еще раз фотографирую просто. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Просто хочу еще раз фотографировать птичку. Мало ли не сохранилось. Я не в курсе был, сохранилось или нет. Так, все, фотография птички у нас сделана. И давайте уже почитаем сначала. Кстати, по-моему, не сохранилось, потому что только сейчас добавилась фотография. Давайте почитаем предыдущие страницы, которые мы еще с вами не видели. Фрэнк в надежде убедить. Тщательно подбирать слова. Так, это мы все читали. Мы где-то тут недавно закончили. Давайте вот отсюда начнем. Я не помню, где мы закончили, но, по-моему, это мы с вами еще не читали. Секунду. Заболел просто. Горло немножко побаливает сейчас. Мэш стал настолько невероятный, что я не знаю, что думать. Я могу мотать время назад, но влияет ли это на меня саму? Узнаю ли я что-то, что не стоит? Меняю ли события, которые меняться не должны, в том числе свою судьбу? Кровь из носа и головокружение означают, что я злоупотребляю свои силы, или это уже часть меня? Или привычка? Власть развращает меня? Вроде нет. Надеюсь. Помню, в знаменитом эпизоде оригинального стратрека Кирку пришлось вернуться в прошлое и позволить... А, не, подожди, это мы уже с вами читали. Ему не следовало угрожать Хлое ножом. Почему Хлое Рэйчел... До сих пор не могу понять, почему Хлое и Рэйчел ошивались с Фрэнком, но думаю уже не узнать. Может, не покиня город, у меня бы сложилось в нём другое мнение. Зато теперь у нас есть телефон Нейтана, координаты Дэвида и записана книжка Фрэнка, который приведут нас к Рэйчел. Наконец-то! Может, ветер наконец сменился, а может, сменилось время. Настал момент, когда все куски головоломки сложились воедино, и вам наконец-то стало извести на адрес сарая за городом, который приведёт нас к Рэйчел, и не только. Даже после случившегося с Фрэнком, мне всё-таки удалось убедить Хлою продолжить расследование. Потому что, как мне кажется, оно уже подходит к концу. Главное, чтобы за концом расследования не последовал конец света. Счастью, гнев, что бушует в Хлое, считается с её хоробростью и отвагой. Да и из-за неё меня чуть не убили, но я знаю, чтобы она отдала за меня свою жизнь. И я никогда не забуду, как из-за меня она попала в инвалидную коляску и медленно умирала. Хлоя сосредоточена, как никогда. Я сказала ей, что не могу найти Рэйчел без неё, поэтому нам нужно двигаться дальше, несмотря ни на что. Этого было достаточно. Настало время пролить свет на проявочную. И также у нас есть какие-то, видимо, смс-ки от Уоррена. Мне нужно идти, ББ. Спасибо, что тащил меня от Нейтана. Вот это бы пообезьяничали. Конечно, он заслужил. Так, можно мне назад. Чтобы его избили. Но я не хочу опускаться до его уровня. Да и к тому же, рано или поздно, кто-то всё равно надерёт ему задницу. Ты мудрый кузнечик. Спасибо. Жаль, что мне не удалось побыть героем, в котором нуждается... Господи. В котором нуждается... Хватит мотать мне вниз, пожалуйста. Давайте ещё раз. В котором нуждается этот город. Ты всё равно поступил как герой. Значит, нам нужны новые костюмы. Кстати говоря, приходи на сегодняшнюю вечеринку, отпразднуем. Я скажу, если соберусь идти. Круто, а теперь мне нужно успокоиться. Кстати, спасибо, что оставил запись на моей доске в общаге. Я никогда не сотру её. Вот и не надо. Она навечно там. О, смотрите, он заметил, он подметил это. Так что у нас, по сути, отношения, кажется, с Ороном налаживаются. Больше у нас никаких новых текстовых, сказать, элементов нету новых. Поэтому давайте закроем дневник. Будем уже приступать, собственно, к прогрессу игровому. Отогнём этот лист металла. Я бы хотел его убрать. Как сложно было попасть сюда, просто капец. Я прям весь сарай обходил, не смог найти этот выход. Хлои, я нашла выход, иди сюда. Ну чё, ты идёшь? Ага, пришла. О да, Максимус рулит. Максимус. Максимус. Боже, уж очень напоминает ведьму из Блэр. У меня мурашки. Пошли, Супер Макс. Хватит меня так называть, это странно звучит. Эй, взгляни-ка на этот старый сундук. Что там у нас? А ещё громче нельзя, Хлоя? Господи, какое же старьё. Джекпот, старый мусор. Смотри повнимательнее. Да сто процентов то, что это есть. Гарри Эйрон, Прескот и его семья пожертвовали Аркадии Бэйновую библиотеку. Прескот Эндастрис празднует своё открытие. Прескот и забабахали бомбоубежище. Славный альбом. Ты поищи улики, а я пока осмотрюсь. Видимо, это я сказал. Хлоя. Так, ну давайте осматриваться и потихонечку изучать всё. Загрузка. Ой, сохранение идёт у нас. Старые газетные вырезки про Прескот. Ну, мне кажется, что кто-то ещё есть. Дайте я тоже посмотрю. Из Хлои получился бы тоже неплохой детектив. Может быть. Ладно, давайте осматриваться. Тут есть трактор. О, что это там на стене? Фотографии. Что за фотки? Даже Гарри Аарон Прескот любил селфи. Ну, селфи – это самофото, а это не селфи же. Это не он фотографировал. Обащий периметр, Матс, тут должно быть что-то, кроме этого сундука. Этот трактор свой отработал. Обычный трактор. Чего тебе не нравится? Мне кажется, он ещё и поработает. Следы какие-то. Ну, эти те следы от шин, которые мы с вами уже видели. Только с другой стороны. Ну, кому вообще нужно сюда приезжать? Должна же быть какая-то причина. Должна быть. О, ящик. Что я могу сделать с этим ящиком? Отогнуть. Давайте посмотрим, что тут есть. Похоже, ублюдство у Прескотта в крови. 22 июля 1903-го. Мартин Льюис Прескотт. Ранчо Прескотт. Аркадия Бэй Орегон. Уважаемый мистер Линдон, я пишу вам в связи с непогашенными долгами, которые вы, в свою очередь, решили проигнорировать. Быть может, Прескотт и не лучший в своём деле, но он всё ещё бизнесмен и требуем уважения. Ваше молчание будет рассчитываться как оскорбление, поэтому вам придётся оплатить всё, но с прибавкой в 10% с письменным извинением. Если вы не предпишите никаких действий до 24 июля 1903-го года, мы превратим вашу жизнь в настоящий ад с превеликим уважением МЛП. Ну, ясно, понятно, как всегда, в общем-то. Никаких больше секретов, что он Прескотт. Ой, пять следы. Я же уже их изучал. Зачем мне ещё раз на них смотреть? О, фотография какая-то валяется. Дайте посмотрим, что на фоточке у нас. Ого, вспоминается, не бей копытом. А-а-а, да мультик. Забавный. Ржавая кнопка. Может нажать? Не может быть, чтобы эта ржавая недокнопка запускала вход верёвки или шкивы. Думаешь? Старьё, старьё. Да может и работать на самом деле. Вот этот крюк, мне кажется, стоит дёрнуть. Развязать. Эти крюки используют, чтобы поднимать стога сена. Видела такие в пятнице 13-е. Хе-хе-хе. Чё у нас тут ещё есть? Чё-то ничего нету. Вон ещё стог сена, ну. Чё мне эти стоги-то? Они зачем мне вообще? Стоп, что там было? Там было чё-то на полу или мне показалось? Земля. Давайте осмотрим. Чё-то зарыто, что ли? Что тут, Макс? О, что это? О, люк вниз? Замок совсем новый, зачем он тут? О, а значит всё-таки бомбоубежище есть? Ну, я думаю, что это не бомбоубежище. Хотя фиг его знает. Ну, замок мне не сломать просто так. Или тут код есть? Нет, Супер Макс, с голыми руками ты его не откроешь. Нет, кода тут нету, видимо, этот замок на ключе. В ящике, скорее всего. Хлоя нашла кое-что вроде люка, но он заперт, я разберусь, надеюсь. Чё у нас в ящике там? Я хотел бы посмотреть. А, старые добрые деньки. Магазин полуэродов, Аркадия Бои, яйца 0.14, бекон 0.70, сахар 0.50, кофе 1.0, кокаин 2.0, табак 0.75, молоко. Ну, кокаин, конечно, да, это важно, да, конечно. Ну, Хлоя вроде там ничего не находит. Чё за сток сена, я так и не понял. Как много стогов, и так мало иголок. Тут их нету, я думаю, вообще. А тут есть следующий чердак, я могу забраться наверх? Вроде нет, не могу. А хотя, вон, смотрите, там чё-то наверху есть. Я могу, значит, наверх забраться, а как? Взглянуть? А что мне делать тогда? Да, 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 это ты уже говорила, девочка. Может быть, трактор завести всё-таки? Нет, он не работает. Может, Хлою попросить? Хлоя, ты можешь мне подсобить с этим делом, а? Нет? Аааа! И как же тогда эту штуку? Не знаю, можно к джипу своему привязать и расхреначить всё, типа, верёвку к джипу, джипом к люку и, типа, к замку, и замок оторвать. Тоже вариант, знаете. Что это? Вилы? О, вилы мне пригодятся, давай-ка сюда. А, не могу их взять. Я вполне уверен, что эти сталы веры не помогут займать замок. Попробуй ещё, Макс. Да мне кажется, тут надо эту использовать. Машину. Потому что здесь я больше ничего не вижу. То есть, мы всё с вами, по-моему, обыскали, разве что наверху где-то. Пошлите, выйдем. Пошли к пикапу. Тут же у нас ничего нету, да, полезного? Ну, по крайней мере, никаких активных зон не было. Но на пикапе могут быть ещё одни вилы, кстати. Я могу их взять? Нет, я не могу использовать вилы. Ну, хорошо, не могу, так не могу. Может быть, что-то в автомобиле есть? Там шлакоблок может взять какой-нибудь, нет? Расхреначить замок шлакоблоком? Да-да, это мы уже слышали. Нет, видимо. Видимо, всё-таки придётся свой пикап брать. Но мне кажется, это вариант. А тут ещё монтировка где-то стояла, я помню. Или нет, или нет, не стояла. Ошибаюсь. Это в другом месте немножко было. Ладно, давай, где тут лебёдка есть у твоего пикапа? Должна же быть. Или нет? Или не так всё-таки решается эта головоломка? Ну ладно, пошлите обратно. Потому что здесь я вроде ничего не нахожу. А вот электроустановка, смотрите. Взглянуть. И зачем кому-то проводить электричество в старый пустой сарай? Да чёрт его знает. Мы же сюда пришли по наводке, значит здесь обязательно что-то находится. Опять следы, и с другой стороны следы это нам не помогает. Так что давайте... Что это там такое было? Так, выйди, Макс, отсюда. Мне кажется, я там что-то видел в траве. Наверное, показалось. Ух, шити. Глюки. Так, погнали. Ладно, заходим. Видимо, что-то внутри нам нужно найти. Вопрос только в том, что. Вроде я всё обыскал. Может быть, тут какой-то крюк есть или типа того. Ну крюк-то вот он есть, да? А, всё-таки теперь я могу его использовать. Ну ясно, понятно. Окей. Давай, привязывай крюк тогда и запустим лебёдку, если она ещё работает. А если нет, будем так вручную тягать. Где кнопочка у нас? Где-то здесь была. Вот на этом столбе вроде бы. Угу. Ржавая кнопка. Но она не работает, да? А, видимо не эта кнопка. Наверное, тут есть ещё какая-нибудь. Ну как скажешь, Макс, как скажешь. Ящик. Здесь ничего нету. Здесь вилы. Вилы мы тоже не можем уже использовать после того, как привязали верёвку, да? Да, мы не можем их использовать. Может быть, нужно теперь именно войти назад и что-то там нажать с электросистемой. Полно всего. Да ничего тут нету вообще. С чего ты взял, что тут что-то есть? Что там было? А, там, наверное, была фотография. А нет, плоскогубцы. Отлично. Новый инструмент. Откуда-то появившийся. Чёрт, эти клещи как каменные. Нужно что-нибудь покруче, чтобы сломать замок. Я знаю, я привязал эту хрень. Только вот как её активировать, я чёрт знает. Старьё, старьё. Сток сена мы также не можем использовать, да? Да, не можем. Я не вижу здесь активных зон, но может быть, тут на каком-то из столбов есть ещё одна кнопка? Ну, я вроде не замечаю такого. Только одна вроде она. Угу. Может быть, я могу просто повиснуть на этой теме? Или в ящике ещё порыться? Нет, в ящике вроде ничего нету, кроме записочки. Эх. А как же наверх попасть? Тут лестницы даже никакой нету. Как они вообще залазят туда? Может быть, тут есть где-то вход какой-то? Или я по стыгам сена могу сокрапкаться? Да, смотрите, платформа, я могу сюда залезть. Отлично, полезли. Хлои, не поможешь мне? Подсади меня, подруга. Прям как в детстве. Я к твоим услугам, подельник. Блин, это вспоминается сразу детство, как мы тоже лазили везде. Влетай, Супер Макс. Обожаю прихвостней. Окей, ясно. Так, и что тут у нас вообще есть наверх? Нам нужно ещё выше подняться, но как это сделать? Макс, ты сможешь сама? А, ты сможешь нахрен уронить всё отсюда? Ну, что ты наделала? А, просто типа как использовать как ящик? Ну, залезай, чё теперь? Ну, сначала надо взглянуть. А, можем сразу забраться по этой штуке. Такс, отлично. Что тут у нас ещё есть? Угу. О, сова! Офигеть, сова! Я могу её сфотографировать, я так и знал. Давайте сфоткаем сову. Сову. Ну вот, взяла, сову напугала. Она сейчас возьмёт, улетит. Хотя, куда она улетит? Это вроде утро. Совы не летают никуда утром. Ну, по крайней мере, это кажется. Так, здесь надо что-то спустить. Скорее всего, стоги сена вот эти прессованные, чтобы они вытянули замок. Только вот как это сделать? Либо я должен за верёвку схватиться и типа спуститься? С теле Тарзана? Нет. А, вот верёвка. Господи, Иисусе, наконец-то. Давайте тянем. Тянем, потянем. Нет, я не могу натянуть верёвку, не содрав себе всю кожу. Почему это? Нужно привязать что-то потяжелее. Так давай привяжем. Там снизу вот эта вот хрень была, которую ты столкнула. Её можно было бы привязать. Но ты её столкнула. А я могу её привязать? Давайте спустимся и посмотрим. Так. Теперь пытаемся её привязать. Пойдёт же эта тема? Нет? А, она уже не активной стала, как я понимаю, да? А нет. Взглянуть. Выглядит достаточно прочно. Можно... Нет, она не хочет его использовать, видимо, как этот. Спрыгивай, Макс. Хлоя потом опять придётся нам помогать. Что можно привязать? Сток сена можно привязать. Нет, нельзя. А что тогда можно привязать-то? Или опять я что-то наверху упустил? Вполне возможно. Нет, не вилы. Эх. Фотография не то, это всё не так. Вон, ящик, кстати. Ящик не можем привязать? Нет, это, видимо, только просто чисто так посмотреть, что за вещи лежат, да? Можем ещё смотреть, но тут вроде ничего нового не появилось, да? Одна записочка всего. Может быть, трактор? Да нет, трактор он как-то слишком большой. Трактор своё трабо... Да-да-да-да-да-да, это всё мы слышали. Видимо, я что-то наверху не заметил. Плоскогубцы нельзя, да? Да, плоскогубцы тоже никак нельзя использовать. Даже вот этот вот ящик нельзя вроде использовать, да, Хлоя? Нет, Хлоя вообще у нас неактивным персонажем подсвечивается. Ну, окей, полезли наверх тогда обратно. Видимо, я что-то там упустил. Скорее всего, так оно и есть. Не, хватит смотреть на стоги сена, поехали наверх. Никаких больше... Да-да-да-да-да-да. Блин. Хлоя, помоги мне подняться, пожалуйста. Мне надо наверх. Вот сюда вот. О, автоматически подошла нормальная тема. Видите, мы уже друг друга понимаем просто с полуслова, с полуслова. Всё у нас чётко, чётко, очень чётко. Эту хрень же мы не можем привязать по какой-то непонятной причине, да? И здесь больше ничего нету на этом этаже, потому что это не этаж, это так, платформа какая-то. Как вообще люди туда забирают? Серьёзно, они вот так вот забираются? Почему они лестницы никакой не сделали? Это же маразм так забираться наверх. Тут ведь и есть, по сути, места. Так, чё это такое у нас? Нет, здесь ничего нет. Да 100 ксена надо просто привязать. О, там наверху что-то есть. Я могу туда залезть? Видимо, нет. Подойди-ка поближе. Давайте посмотрим на сову, я просто хочу посмотреть на сову. Добрый вечер, доктор Вук, прости. Ну, да, прости, чувак, мы тебя немножко разбудили, надеюсь, ты не очень злишься. А что привязать? Тут ничего нету. Я вроде всё осмотрел и ничего не вижу. Взглянуть. Что привязать, Макс, скажи? А вот и другой конец верёвки. Да, но тут ничего нету, я не могу его ни к чему привязать. Вот в чём проблема-то. Затащить что-то сюда, это будет та ещё морока, поэтому я не знаю, что сделать. Больше сюда никак не пройти, ничего здесь не взять, да? Стоги сена у нас... Пожалуйста, аккуратнее там, Макс. Да ладно, чё ты паришься-то, подумаешь? Ну, паду, сломай себе шею, что такого? Может быть, я смогу вот здесь вот взять конец верёвки с этой платформой и присоединить её к этой хрени? Но она тоже неактивна, да? Да, эта верёвка неактивна. Давайте ещё раз поднимемся наверх, просто ещё раз посмотреть хочу. Забираешься? Забираешься. Ещё раз осмотримся, если ничего не найдём, видимо, придётся выходить на улицу, искать там что-то тяжёлое. И тащить это наверх! О, господи Иисусе! А, это что у нас за... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ладно, там ничего нету, видимо. Пошлите выйдем, посмотрим. Может быть, что-то мы найдём за фермой. То есть, вот сюда пойдём, выйдем и там уже найдём что-нибудь. Там-то наверняка дофига тяжёлых вещей. Бочки, всякие машины, прочая дичь. Но, блин, как мы этот затащим, я не знаю. Так, ну здесь брёвна, вот стоксен. Да любой стоксен, возьми, он тяжёлый же, он прессованный. Ящики какие-то, лезвия. О, лезвие, причём оно какое-то красное меня отпугает. Надеюсь, оно просто ржавое. Вот шлакоблоки есть. Можно много шлакоблоков на верёвку навязать. Они дырявые, можно через неё их... Через шлакоблоки верёвку пропустить. Пикап опять же неактивен. Обыщи периметр, Макс, тут должно быть что-то, кроме этого сундука. Да я ничего не могу сделать с этим, Хлоя, подожди. Я ищу вещь, которую можно было привязать к верёвке. Она, скорее всего, наверху, я её не вижу, но я там реально ничего не вижу. Может быть, автомобиль нам подсобит, а? Авто, подсобишь мне? Нет. Нет, не подсобит, обида. А туда мы не можем попасть, или можем? Подождите, может, я могу здесь пройти? Нет, тут замок, это непроходимая территория, перешагнуть невозможно. Всегда прикалываю, когда делали вот такие вот ограничители в локациях. Типа, ну просто, знаете, забор поставят какой-нибудь микроскопический, который вообще ничего не делает. Ну что ещё тут может быть у нас? Может быть, стоит отвязать верёвку и попробовать привязать её к другой части? Чего? Так, игра по небеснимым причинам у меня решила вылететь, поэтому я дошёл, опять же, до этого момента. И у меня появилась кое-какая идея. Пока я проходил это всё, я думал над тем, где же взять эту вещь. И потом подумал, у нас же есть наша суперсила, мы можем отратить время назад, и эту штуку, с помощью которой мы поднялись наверх, мы можем... Да-да-да. Штуку, которую мы скинули, мы можем её обратно вернуть на место и её прицепить к крюку. Это круто! Это круто, если так возможно. Как ты вообще, Макс, смогла её стащить? И даже я бы вряд ли смог её стащить. Она огромная и тяжёлая, наверное, как 500 килограмм. А, у неё колёсики есть, понятно. То есть, вот смотрите, мы сейчас вытягиваем её. Отлично! Теперь мы залезаем наверх. Давай, Макс, наверх. Так, забраться, пожалуйста. Угу. Так, хорошо. И теперь мы просто отмотаем время назад до того, как мы скинули эту штуку. Быстрая отмена, пожалуйста. Хоп! Только мы остаёмся теперь наверху, мы уже залезли, и можем привязать эту хрень к верёвке. Отличная тема, да? Но перед тем я, конечно же, сфоткаю ещё раз сову, потому что у меня не сохранился снимок. Так что сейчас ещё раз сфотографируем её. Из-за того, что вылетело. По непонятным мне причинам, опять же. Вообще игра обычно не вылетала. Чё-то она... Странно, что она вылететь решила в этот раз. Так, всё, давайте привязываем и сталкиваем. Верёвка привязать, пожалуйста. Да, гениально, гениально. Ну тут не очень-то много решений, поэтому я очень быстро до этого догадался. Всё, давай сюда. Подожди, а зачем ты её тянешь на себя? А, ты хочешь её сбросить именно с того места, где она полетит дальше всего. Расхреначено, отлично. Макс Гайвер возвращается. Ты хоть спрыгнуть отсюда сможешь, я надеюсь? Без этой штуки. Да, сможет. Нормально. Ну всё, тогда пошлите в люк смотреть, что там находится. Так, погнали. Что тут у нас? Какие же ты хранишь тайны? Так, Макс, открой его, пожалуйста, спасибо. Тут с текстурой, по-моему, что-то не то, вы видите, она какая-то слишком резкая. Ну да ладно, открываем и полежи туда. Чёрт, он тяжёлый. Нормально. Нифига себе. Так вот, почему она такая была. Что это? Джекпот. Погнали. Надо ли говорить, как это всё странно? Ты уже сказала. И кто только это всё построил? Прескот, ну ещё бы. Нифига себе. Чё ты пошла первая? Подожди, я вообще-то тут нашёл, я всё сделала, ты просто пошла. Ну, Хлая, ты наглая, капец, это я должен был первый пойти. Ну ладно, если что, там умрёшь, я, это, успею убежать тогда. Блин, как тут темно, можно фонарик, нет? Этот бункер такой абсурдный. Что такое? Ну-ка, посмотрим. Дверь непробиваемая, но мне нужен код. В смысле, тут есть код, а, видимо, он как в этих, был записан в этих дурацких штуках. В записочках. Использовать. Давайте попробуем 200. Подтвердить. Упс. Упс, неверный код. Интересно, то есть ограниченное количество попыток? Ещё я вижу, что буквы 2, 3 и 4 стёрты. Точнее, 2, 5 и 4. Какие 2, 3 и 4? Может тогда 4, 2, 5? Такой вот код. Думай, думай. Тогда 5, 2, 4. 2, 5, 4. Так, теперь панель заблокирована. Ладно, мы отменим, ничего страшного. Использовать. 2, 5, 4 и не 4, 2, 5. Тогда. 2, 5, 4. Попробуем. И четвёрочку. Ясно, понятно. Давайте тогда 2, 4, 5. Да чёрт побери. Что ещё мы не пробовали? Так, ещё мы не пробовали 4, 5, 2. 4, 5, 2 и 5, 4, 2. 4, 5, 2. Так, обратно. 4, 5, 2. Я уже забыл какие там. Так, 4, 5, 2. Так, 4, 5, 2. Опять 4, 2. 5, 4, 2. О, ну, наконец-то. О, да, я думал, это только в фильмах бывает. Последняя комбинация, которую, блин, я попробовал, оказалась верной. Серьёзно просто. Сезам, откройся. И что тут у нас находится? Лаборатория. Укомплектованная готовка к концу света. Наверняка стоит целостность. А, это и есть бункер. Я думал, это шутка была. Пойдём. Подожди, подожди. Да, я осмотрюсь, что тут вообще. Что-то жёсткое. Еда, вода. Что это за хрень? Бункер. Снова припасы для выживания. Это, случайно, не этого чувака, как его зовут-то? Не охранника, как вот Дэвид Мэтсон? Вода. Запасы воды прям как у Дэвида в гараже. Да, вот я тоже о нём вспомнил. Банки с тушёнкой. А, нет, грибы. Только посмотрите на эти консервы. Дэвид, наверное, закупается в том же... А, может быть, это его тема? Может быть, он как-то связан с этим? Смотрите, тут письмо стоит. Скотч там лежит. Я думаю, нам он понадобится. Ого, да у Нейтана правда не все дома. Ему нужна помощь. Уважаемый мистер Прескотт, я являюсь психиатром Нейтана более пяти лет, но вынужден прекратить наблюдать вашего сына в связи с тем, что вы пренебрегаете всеми моими предложениями, касающимися состояния Нейтана в окружающих его людей. Вы прекрасно осознаёте степень проблем, с которыми столкнулся ваш сын, но у меня сложилось впечатление, что вы отказываетесь понимать то значение, которое оказываете на его психическое здоровье. Всё очень просто. Без вашей поддержки я не смогу вылечить Нейтана. Боюсь, он ещё больше отстраняется от реальности, даже когда ведёт себя адекватно. Вы проигнорировали мои просьбы о встрече с вами и вашей женой, в связи с чего я сделал вывод, что не более чем заинтересованы вы в моих услугах. Тем не менее, мне не безразлично состояние Нейтана, я убеждён в том, что ему требуется серьёзная помощь. Если вы пожелаете обсудить этот вопрос, то можете рассчитывать на мою помощь с наилучшими пожеланиями доктора Джейкоби. Так, скотч мне понадобится, я, пожалуй, его возьму. Скотч Бонке и всегда плохой знак. Почему? Мне кажется, он нам пригодится для чего-то. И как ты представляешь себе отдых здесь? В смысле, выживание? Какой отдых? Полупрозрачная хрень. О, фото, что-то там. Я тебя посмотрю, фото принтер. А есть 3D принтер? Я хочу на 3D принтере. Видимо, на этом не обойтись без самого дорогого принтера в мире. Думаешь, это самый дорогой принтер в мире? Я думаю, ты сомневаешься. Кстати, тут его работы изображены. Либо его отца. Нет, нет, ну игра, ну опять, ну игра, ну вот ты вот зачем ты это вот сейчас делаешь? Просто не то нажал. Ну просто вот зачем ты это делаешь? Управление. Управление джойстиком. Да, назад. Назад. Вернуться в игру. Отойди, пожалуйста, отсюда. Спасибо. И теперь, пожалуйста, верните мне обратно управление. Управление. Джойстик отключаем, чтобы он не мешался нам на экране. Мне так-то удобнее с джойстика, но чтобы вам было больше картинку видно, я делаю вот так. О, какие-то бумажки. Я хочу почитать, я хочу почитать. Взглянуть. Сукин ты сын. Сооружение Говарда Рока, стойкий штормобункер, полная стоимость 1 миллион! Или это миллиард вообще? Ну ладно, видимо, это миллион. 1 миллион 350 тысяч долларов и 650 баксов. Шон Прескотт. Ни хрена ж себе, йоу. Откуда у вас такие деньги, дети? Я, конечно, понимаю, что вы богатые, но не настолько же. Хотя, чё это там? Это же не миллиардеры всё-таки. Хотя, может, и миллиардеры, чёрт его знает. О, Рэйчел, Кейт. Смотрите, папочки с именами наших героев. Это должно быть интересно. Давай, надо узнать, какого чёрта это всё значит. Именно. Так, вот папка с пометкой «Виктория», но она пустая. Смотри-ка, на той написано «Кейт». О, нет, Кейт! Что это? Боже, нужно было прямо там убить этого блюда. Кейт была не первой. Все эти папки для остальных жертв. В смысле? Виктория следующая. Нейтан, наверное, подкачает её сегодня на вечеринке циклона. В смысле? Так Нейтан всё-таки... Рэйчел? Не может быть. Это всё постановка, так ведь? Так? Хлоя, посмотри на её лицо, она не понимает, что происходит. Может, Нейтан пообещала убегать на зелени за эти фотографии? Уверена, всё-таки было? Я так не думаю. Зачем он положил её на землю? Где? Свалка, Макс! Нам нужно найти это место немедленно. Так мы узнаем, что случилось. Не может быть, чтобы она умерла? Нет, она позировала для этих фото Макси. Я это знаю. Прошу, пойдём. Упс. Кажется, наш сюжет... Боже, Рэйчел, Кейт, эти палки... Папки. Значит, Рэйчел мы уже с вами, получается, не найдём, да? Ну, если, конечно, надо проверить, конечно, перед тем, как что-то утверждать, надо, конечно, проверить, но походу выходит так, что Рэйчел больше нет. Уже по-серьёзно. Уже по-серьёзному, так сказать. Ну, она сдохла серьёзно? Как? Она же одна из самых главных этих, так сказать-то, загадок была, и она просто умерла серьёзно. Шприцы, 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 гадость, наркотики. Что за наркотики? Просто ради и научного интереса. Посмотреть. Должно быть, Нейтан покупает эту дрянь у Фрэнка, видимо, неразборчиво, что там находится. Может, героин какой-то, бутылка, куча газет. Давайте почитаем газеты, давайте бутылочку возьмём, посмотрим... Ну, это просто алкоголь. Нейтан вообще какой-то, какой-то отбитый, он всё, что только есть, пробует. Наркоман. Причём, в прямом смысле, и в переносном тоже. В этих газетах только написано про Рэйчел и Кейт. Весь наркотики Бэй, Рэйчел Эмбер объявлен на пропавшей без вести. Идол Блэквилла. Мы представляем весь дух новостей в 1898 поиске популярной студентки Блэквилла, автор Джулиет Уотсон. Вестник Аркадия Бэй, попытка самоубийства Аркадия Блэквилла. Но это про Кейт уже. Да ладно, не может она умереть. Чё, мы зря её искали всё это время? Может, Макс, ты сможешь как-то отмотать время так, чтобы спасти Рэйчел, я не знаю. Наверняка это как-то возможно, но... Давайте посмотрим на бухло. Кому-то нравится виски. Да всем нравится виски. Из тех, кто пьёт. Это их любимый, наверное, напиток. Хотя, чёрт его знает. Там, кстати, знак Гитлера был, мне показалось, свастика. Да, смотрите тут. Свастика? А нет, это не свастика, это чё-то другое. Чё в этом ящике, кстати? Я никогда раньше не увидел столько дорогого оборудования. А, видимо, тут какое-то оборудование, типа объективы, камеры, фото и прочее. О, шкафчик. Я бы его обыскал, честно говоря. Ой, а могу его обыскать, нормальная тема. А чё тут у нас? О, развлекательная система на случай апокалипсиса. Что это? А, это музыка? Ясно, понятно. Досье Рэйчел. Давайте посмотрим, что ли. Я не успел там увидеть, на фотографии не успел посмотреть. А у этого фото другое оформление. Рэйчел тут сознание, я и в ярости. Рэйчел в обмороке, у неё что-то во рту. Что с ней случилось? Это фото слишком постановочное, не могу поверить, что это правда, не могу. Это Нейтан валяется? Он с ней свотался? Зачем? А что если Нейтана тоже накачали наркотиками, и что это кто-то другой всё сделал? А чё в Кейт досье написано? Похоже, Кейт под кайфом, она не понимает, что позирует. Ну, по крайней мере, Кейт спала, пока происходило всё это дерьмо. Ну, не совсем, ещё на первой фотографии-то она была в сознании. Короче, тут полная дичь. Что это, блин, за фото? Ты чё? Совсем больной? Что это, блин? Оригинал рисунка с подписью превосходно сюда вписываться? Нет, не превосходный тупой рисунок. Что это за дичь вообще? Ладно, погнали. Не будем тормозить. Поехали на свалку. Капец, что-то какой-то стал происходить. Как так-то? Может быть, я что-то сделал не так, и к этому это всё привело? Ладно, сейчас увидим. Побежала, побежала, побежала куда-то. Нифига себе, как вы спешите. А, ну да, мы должны же Викторию спасти. Нет, серьёзно, Нейтан вроде нормально общался с Викторией. Почему он захотел её тоже накачать наркотой? What the hell? Неужели это всё ради снимков? Это да, тупо Нейтан. И почему он там тоже вместе позирует? Может быть, Нейтана тоже накачали наркотой? Что происходит вообще? Ну мы сейчас идём... Хлоя, притормози, подожди меня. Я знаю, куда нужно идти. Здесь мы не найдём трупак сейчас. Ты будет вообще отстой. Вот оно, вот оно, это точно оно. И что, ты будешь руками раскапывать? Ты поможешь мне, Макс? Да, надеюсь, мы ничего не найдём. Хлоя, остановись, смотри. Пожалуйста, нет. Этот запах... Рэйчел! Ух, Рэйчел, нет, нет, только не она. Значит, всё-таки это правда. Хлоя? Рэйчел, за что? Мне жаль, Хлоя, мне так жаль. Я ведь так сильно её любила. Как она могла умереть? Что это за мир такой? Как кто-то такой способен? Ват-те-фак, просто. Серьёзно? Я, конечно, знал, что сюжет может повернуться, но я думал, что мы... Я не знаю, там её где-то держат, может быть, она сошла с ума, но, блин, она сдохла, её убили нахрен и закопали. Просто... Просто что за дичь? Какого хрена? Уйди, Лань, не мешай, у нас тут трагичная сцена. Ват-те-фак. А я хотел её спасти, я хотел её вернуть. Я вообще думал, что мы... Это главная моя задача, спасти Рэйчелу и вообще... Ну, Кейт ещё и Виктория, и вообще на вечеринку Клуба Циклон узнать, кто такой Нейтан и всё такое. Да просто какого хрена? Просто какого хрена? Я не знаю. Я не думаю, что мы сможем с помощью своей суперсилы... Мы можем только предотвратить новое убийство, чем... Я не знаю. Можем ли мы отмотать время? Можем ли мы вернуться в то время, чтобы всё исправить? Я не знаю. Это просто какой-то трындец. Честно говоря, хочется немножко сматериться, но не буду уж, ладно. Потому что это просто звездец. Вечеринка в самом разгаре, как я понимаю. А мы идём туда. Вот наш пикап стоит. Я надеюсь, Нейтан развлекается. Хлоя, мы должны вызвать полицию. Нам нужно... А, мы не можем вызвать полицию. Нахрен полицию. Рэйчел хочет найти... Время справедливости и восстанавливать... Прескоты... Шли к этому многие годы. И ничто меня не остановит. Ты мне поможешь? Верно? Я с тобой до конца, Хлоя. Ты же знаешь. Короче, мы идём мочить, кажется, Нейтана. Но я надеюсь, мы сможем остановить Хлою от убийства. What the hell? И у неё ещё и наган есть. Ну фак, просто. Сейчас она её убьёт кого-то. Её посадят там на несколько лет. И потом мы будем видеться с ней в тюрьме. И типа... О, Хлоя, привет! Типа, говорят нас... Я не могу говорить ничего другое. Что это? Господи! Посмотри на... Вау! Прекрасно, типа. Ну мне плевать, и мир кончен. Типа, я убью Нейтана, сейчас он, короче, сдохнет. Короче, ей пофиг на то, вообще, что происходит вокруг. Её просто нужно убить его. Пришло время... Ты тоже набухался? Ты очень хороший, Уоррен. Как ты себя вообще чувствуешь? Я рад, что ты меня остановил. А Нейтан опасен. Где он? Я не знаю, не видел. Я его что-то в комнате... Чувак, хочешь выпить? Ну, немножко пива там, выпить, ну ты... Пошли, Макс. Эй, 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 я знаю, плохое время, но могу я сделать одно фото? Я... Это... Конец мира, но, понимаешь, это всё... Мне нужно как-то этого... Я знаю, я знаю. Просто фото. Просто фото. У нас нет времени на это дерьмо, пошли. Извини, я просто хотел... Я просто обычный студент, я не люблю бить кого-то. Но если кто-то меня бьёт... Мне действительно тебе... Так, так, так. Если ты мне, короче, увидишь Нейтана, скажи... И не дай ему увидеть тебя. Нет. Я здесь невидимка. Спишемся, говорит. Я половину текста не перевёл, потому что там он какие-то сложные слова использовал. Вообще бухой говнище. Вы просто посмотрите на него. Как он вообще смог нормально сфотографировать и не разбил нахрен мою камеру? Серьёзно. Ну вот, кажется, мы на вечеринке клуба Циклон ищем Нейтана. И Хлоя жаждет его убить, прикончить и разорвать на куски. Я не знаю, сделать что-то с ним. Если всё закончится тем, что Хлоя убьёт Нейтана и её посадят в тюрьму, и при этом у Нейтана не будет... У нас не будет никаких доказательств, чтобы как-то обвинить Нейтана или обвинить его семью. То есть он просто сдохнет и... Хлоя будет в тюрьме сидеть. Ну, я не знаю, правильно это или нет. Но это не очень весёлая концовка. Я бы хотел, чтобы всё закончилось более-менее нормально. Ну, давайте подождём загрузку. Она долго не должна быть, в принципе. Хотя новая локация, вечеринки. Я не думаю, что она загрузилась уже. Я думаю, это просто был вступительный ролик. Ну, ждём, чё поделать. Ждём загрузки. Видимо, полностью локация прогружается. Бухой Уоррен. Сумасшедшая Хлоя. Нейтан-убийца. Викторию убивают. Что вообще происходит? Почему? Блин, со мной нет нормальных людей. Только Кейт Марш, приди на помощь, пожалуйста. Я один остался. Из нормальных, разумных людей. Все остальные двинулись головой. Отлично, мы на вечеринке. Давайте изучать тут всё. Что говоришь, Макс? Сейчас загрузочка. Итак, Квое, где же тебя носит? А, она убежала ещё от нас. Ну, вообще замечательно. Я бы хотел ещё почитать что-нибудь новенькое. Давайте вот отсюда мы начнём. Немножечко почитаем, прежде чем вливаться в вечеринку. Мы с Хлоей записали координаты и поехали всю дорогу молча, в напряжении. Сложно объяснить это чувство. Даже после всего случившегося я поймал себя на мысли, что мы с ней были вовлечены в какую-то более значимую интригу со временем, пространством и нашими судьбами. Впрочем, я никогда во всё это не верила. Я не Кейт, но сложно не поверить, когда после такой дикой недели готовишься к её ещё больше. Но в проявочное была не готова. Улики привели нас к старой заброшенной ферме, прописанной за Прескотов. Мне не стоило удивляться, когда казалось, что она просто прикрывала бункер, наполненный мемуарами семьи и кое-чем похуже. Создавалось ощущение, будто РП-центр зла на земле. Шкафы были заполнены красными именными папками, подтверждавшими наши опасения. Я даже не подозревала, что наше любительское расследование заведёт нас в этот профессиональный ад. Когда увидела папку с пометкой «Виктория», сердце забилось словно отбойник. Тогда я поняла, что происходит. Я даже думать не хочу о тех фото, где Кейт Марш бессознательно позирует этому ублюдку Нейтану Прескоту. Она знала, правда, о случившемся, пусть и не могла вспомнить все эти ужасные детали. А ещё Рэйчел Эмбер. На аккуратно сложенных фото она была... На аккуратно сложенных фото она была на наркоте. Бросалась на Нейтана, словно одна парочка готов. Бросалась? Я не видел, чтобы она бросалась. Я не могла смотреть на лицо Хлои, пока она разглядывала фото своего поруганного ангела. Мне чуть не стошнило. Вся та надежда, которую давала Хлоя, внезапно испарилась. И тогда мы поняли, где Нейтан проводил эти жуткие съёмки Рэйчел на свалке. Наконец-то мы нашли Рэйчел Эмбер, мёртвой и закопанной на свалке. Прости меня, Рэйчел. Прости меня, Хлоя. Прости меня, Кейт. Прости меня, Уильям. Иди нафиг, Аркадия Бэйк. Студенские годы были лучшими в твоей жизни. Эту фразу я слышала кучу раз от своих родителей и прочих экспертов. Откуда им, блин, знать? Скажите, это Рэйчел или Кейт? Я никогда не видел Хлою такой решительной. Нужно найти Нейтана, пока она не убила его. А, пока она... Подождите. Нужно найти Нейтана, пока... А, пока она не убила... Всё правильно. Если это произойдёт, то отматывать время назад я буду крайне неохотно. Но мы это уже как никогда близки к завершению этого кошмара. Поэтому придётся игнорировать это фото Кейт и Рэйчел, что навсегда врезались мне в память. Осталось только раскрыть последний секрет. И нас уже ничто не остановит. Даже чёртов торнато. Мы с Хлоей остановились на парковке Блэквелл и завалились на конец света. Как иронично. Пришлось быстро сошить бедного Уоррена, который хотел покупаться в своей славе мачо и зависнуть с нами. Не могу подставить ещё одного своего друга под удар. Так дико смотреть от всех этих студентов, что одеваются в дорогие костюмы или наряды для Хэллоуина. Болтают, смеются, курят, пьют. Да так словно нет никакого серийного убийцы или природной катастрофы. Так, понятно. Чё Хлоя пишет у нас? Да вроде ничего, да? Просто типа показано, что нету новых сообщений. Ну ладно, давайте тогда возвращаться в игру. Какой же звездец вообще? Стелла, здорово! Чё тут делаешь вообще? Чё ты нахрен здесь делаешь, а? Давай поболтаем. Привет, Стелла! Привет, Макс! Добро пожаловать на вечеринку «Конец света». У тебя есть верхняя одежда, которую нужно сдать? Нет, спасибо, Стелла. Ты видела Нейтана? Слава богу, нет. Он пугает меня до жути. Кстати, какая-то девушка только что тоже узнавала у меня про Нейтана. Хлоя, да? Нейтан тебя пугает? Давайте спросим. Почему Нейтан тебя пугает? В этом нет ничего удивительного. Но я хочу узнать причину. Во-первых, он хулиган. Во-вторых, он избил Уоррена. Да и ты смотрела ему в глаза. В смысле, избил? Это Уоррена его избил? Они как будто стеклянные, полные гнева. Мне не нрав. Почему ты работаешь на вечеринке клуба «Циклон»? Вот уж не думала, что ты захочешь тут находиться. Я и не хочу, просто я здесь работаю. А кто тебя нанял? Видела что-нибудь необычное? Нафиг. Заметила что-нибудь необычное среди членов «Циклона». Да, я заметила, что им насрать на Кейт Марш. Я рада, что получила здесь работу, но ректор Уэллсу следовало отменить вечеринку. Видимо, недостаточно крута, чтобы оторваться, несмотря ни на что. Неправда, Стелла, ты крутая, честная, рвешь свои зато ради Блэквелла. Ас. В итоге у тебя все хорошо сложится. Спасибо, Макс, для меня это многое значит. Эй, ты такая напряженная. У тебя все в порядке? Вообще-то нет, мне нужно найти Нейтана. Кстати, если увидишь его, старайся не попадаться ему на глаза. Конечно, я здесь работаю, а не развлекаюсь. Я напишу тебе, если увижу его. Удачки. Угу. Они тут перекликивают друг друга, поэтому я тоже чуть-чуть повысил голос. Дверь. Сюда можно пройти, но давайте еще пообщаемся, если тут с кем-то можно пообщаться. Но эти двое не хотят, вот те вот с этой Белобрысой я бы пообщался. С Стеллой мы больше не можем поговорить, да? Я просто на всякий случай попробую. Я все еще не видел Нейтана, обещаю, если увижу, сообщу. Ну окей, мы с тобой договорились, если что. Все, погнали на вечеринку, хватит здесь тусовать. Занавес. Будем сейчас всех... Что? Что это было? Вы видели это? Они такие стояли, как модельки, знаете, в руки в стороны расставе. О, пляжная вечеринка! Что вы здесь устроили? Ладно, хотя бы все цивильно, никто пока что не этого. Ничего незаконного не творит. Но, блин, все бухают. Ужас какой. Алхоголики. Они бьют себя друг друга надувными резиновыми членами. Ну, точнее, шариками. Просто what the hell, что происходит здесь? Что я здесь делаю? Сколько активных персонажей? Вон, Жастин танцует. Могу с тобой поболтать, Жастин? Мы должны найти Нейтана и положить этому конец. Господи, сколько вас тут всех? Тут голые женщины танцуют. Ладно, у него хотя бы купальник есть. Господи, как можно столько пить, чуваки? О, Дэниел, здорово, чё, как оно? О, Брук, привет. Ну чё, Дэниел, как тебе? Привет, Дэниел. А вот и Макс. Я пришёл на эту вечеринку только ради тебя. Отрадно видеть, что ты счастлив. Кстати, ты не видел здесь Нейтана Прескота? Нет, единственный, с кем я здесь общался, это Брук. Макс, у тебя всё хорошо? Ты такая серьёзная. Знаю. Знаю, я не в настроении тусить. Такое ощущение, будто ты на секретном задании. Сегодня, если мы этому придёт конец ради Рэйчел. Ох, Макс, тебе нужно отдохнуть, а Блэквелла я собираюсь сводить Брук на шоу Миядзаки. О, тема. Если хочешь съездить с нами, только скажи, вместе веселее. Спасибо, Дэниел, но у меня есть дела. Найдусь и будешь верен себе, однажды станешь великим художником. Что ж, однажды отпразднуем это в музее, Макс, адьёс. До свидания. Могу с тобой ещё поговорить или всё? Мне нужно сходить в Альбаку, так что поговорим позже, Макс. Здорово, Брук, чё, нашла себе парня? Смотри, я тебя парня нашёл, привёл его сюда. Как тебе? Привет, Брук. Макс, не ожидала тебя увидеть на вечеринке Циклона. Я и сама не думала, что приду сюда, но мне нужно идти на Эйтана, а ты не... Нет, я его не видела, да и не хочу, потому что вряд ли мы с ним пересечёмся. Ненавижу этого подонка и его клуб. А почему ты пришла? Тогда почему ты здесь? Домашку не задали, вот мне и стало скучно. А Уоррена не видела? Нет, я разговаривала с Дэниелом. Он пригласил меня в портляндский музей искусства на этих выходных. Это так мило, уверенно, из Дэниела выйдет отличный гид. Да, и отличная пара. Я люблю науку больше искусства, но такая эгоистичная ботаничка, устроив перед выставками... Устоит перед выставками Идзаки? Ты не эгоистка, Брук. Ты просто пытаешься жить своей жизнью, не подстраиваясь под остальных. Все мы пытаемся. На этой неделе ты кажешься такой мудрой и неуязвимой. Такое ощущение, что после всех экологических проблем у тебя проявились суперсилы. О, да вы проницательный, мисс. Может, ты еще и летать умеешь? Две луны? Не, я не доверяю пока сильно. Разве что с помощью твоего кадрокоптера. Кстати, ты видела на небе две луны? Макс, если бы я увидела две луны, ты и правда поверила бы в конец света. Ну все еще, вся ночь впереди, Брук. А у нас впереди вся жизнь, Макс. Давай встретимся на следующей неделе, чтобы поуправлять кадрокоптером. О, ты предложила мне все-таки поуправлять, отлично. Ну кто не знает, где говорить, ну что прячется. О, Кортни, здорово. Че-то я давно с тобой не общался, как говно, да? Кортни пьет одна без Тейлора Виктория, интересно почему? О, бухло. А можно мне я выпью? Я уж на вечеринке, почему бы нет, так веселее будет искать на этом. Энергетики, газировка, энергетики, но я знаю, что у них есть какое-то бухлишко. А, они типа, они энергетики мешают с алкоголем, вы вообще жесткие какие-то. Наркоманы. Вы же потом сдохнете. Ну ладно. Ну не сдохните, но будете крайне хреново себя чувствовать, по крайней мере. Здорово, Люк. Че ты сидишь один такой грустный? Люк, у тебя тебя едва заметила. Кто ты вообще такой? Я тебя не помню. Макс, ты единственный человек, который меня здесь не раздражает. Я ищу Нейтана. Я его не видел. Я вообще сегодня стараюсь избегать общения. А зачем он тебе? А-а-а. Он опасен. Я хочу убедиться, что он не сделает ничего плохого. Чтобы не повторилась ситуация с Кейт, я все мечтаю, чтобы кто-то наконец надрал ему зад. Вот видишь, Люк, мечты сбываются. Уоррен, вык... Быконул Нейтана по самой небалуйся. Да, слава брату Уоррену. Теперь нам осталось лишь выгнать всех этих кровопейцев Прескотова с нашего города. Его вообще никто не любит. Его все ненавидят. Шон Прескотт, Клуб Циклон. Мне кажется, Шон Прескотт тоже замешан. Но кого мне обвинить, Клуб Циклон или Шона Прескота? Э-э-э, давайте сначала с Клубом Циклон. Это будет трудно, ведь Прескоты владеют городом и Клубом Циклон. Я называю его Куль Циклон. Сама посуди. Дресс-код. Вип-зона. Элитарная херня. Истинно глаголишь, брат Люк. Ладно, мне пора. Спасибо, что не проигнорировал. Я тебя вообще не помню, Люк, чувак. Нет, тебе спасибо за то, что помогла Кейт. За то, что все время оставалась с собой. Мир тебе. Я Люка вообще не помню. Я, по-моему, первый раз тебя вижу, чувак. Я тебя вообще не помню. Я все еще пытаюсь не высовываться, Макс. Просто вот и фэл. Вы деретесь надувными членами. Понятная тема. Так, это вип-зона? Сюда пока не пойдем. Пошлите изучим. Нам, скорее всего, сюда не нужно быть. Мы записаны в Клубах Циклон, поэтому сможем как-то пройти. Наверное. А пока нам нужно... Да, господи, у вас здесь... Вообще, что здесь происходит? Я хочу наверх посмотреть. Жестко. О! Да, фак! Вы все заслоняете все. Сюда можно пройти? Спасибо. Все, не могу пройти дальше. Нет, могу вроде. О, луны. Две штука. Уже не видно. Только что было видно. А можем их сфотографировать? Вроде нет. Обидно. Нет, подождите, мы должны их сфотографировать? Может быть, отсюда откуда-нибудь? Блин, они исчезают постоянно. Просто вот и хел. Может быть, мне нужно забраться на доску и сфотографировать с нее? Так. Видимо, нужно подойти поближе. А, куда ты идешь? Слишком далеко. А! Господи, что здесь происходит? Везде светится, все мелькает. Я ничего не вижу, половину всего. Я хочу сфотографировать две луны. Как-то можно же сфотографировать. Потому что я читал об этом, да. Когда смотрел, я увидел там фотографию насчет двух лун. Но только почему-то я не могу их увидеть. Не могу их сфотографировать. На них не фокусируется камера. Фиг знает почему. Написали. Там вроде было написано, что нужно около трамплина встать. И тогда типа они сфотографируются. Но... Надеюсь, Луя сможет пережить все это. Да что с ней станется? С ума сойдет, подумаешь? Ну, наконец-то, блин. Слава двум лунам! Отлично. Доказательства сумасшествия в мире есть. Точнее, непоправимых изменений. Где-то сохранение. И я еще хотел бы пройтись вот здесь. Вот посмотреть, что тут у нас вообще есть кто-нибудь. Нет, здесь, видимо, ничего нет. Просто так можно пройти. Не знаю зачем. Ладно, пошлите уже в вип-зону. О, там в бассейне купаются человеки. Погнали, Макс. Что ты, Макс, как-то медленно ходишь? Ты бегать умеешь? Если я два раза нажму, то побежишь? Нет, нифига, она почему-то не бегает здесь. Танцуют танцы, танцы, обниманцы, обжиманцы. Ла-ла-ла-ла. Блин, не пройти. Вот такие... Чего вы все такие толстые? А-а-а. А-а-а. Слишком все светится. Чувак, дай пройти. А-а-а. Он меня отталкивает. Меня все толкают. Ну-ка, сдриснули нахрен отсюда. Мне в вип-клуб. У меня есть пропуски. Я записываю. Я есть в списке. О, граффити. А, хастроумец и клоны. Где туалет? Мне надо в туалет. Моуранинг. О, реструм. Так, я отдохнуть хочу. Или это и есть в туалет? О, здорово! Че, подруги, как оно? А, я вас не знаю. Ну, ладно, туалет. Граффити. Что это такое валяется на полу? Очевидно, у студентов Блэклэлл серьезный фетиш на туалетную бумагу. Да, я заметил, они ее постоянно везде разбрасывают. Куда ты пошла? О, граффити. О, фото, фото, я могу сделать фото. Я не в настроении, но снимок получится интересный. Может быть. О, кстати, прикольно, реально получилось круто. Кстати, чувак, я же тебя видел не здесь, ты тусил там. Почему ты уже здесь? Джастин. Снова сохранение. Джастин, че не так? С тобой все норм? Йоу, Максимус Овердрайв, наконец-то ты пришла раскочегарить эту тухую вечеринку, йоу. Хочешь бухнуть? Да ты и без меня выглядишь бухим Джастин, и не очень-то счастливым. Зачем ты вообще сюда пришел? Зачем вы перекрикливаете? Тихо. А еще можно было провести ночь четверга в Аркадии Бэй. К тому же, да, она тоже здесь. Йоу. Правда, она не со мной, так что да, херовенькая выдалась вечеринка, а он бухой на той. Нейтан, Рэйчел, Дана. Давайте про Нейтана спросим. Кстати, говорят, и Нейтана не видел. О, наверное, Вип-Зонни сходит с ума с остальными из... Ээээ, Фиглона. Ненавижу этих высокомерных дурачков, особенно Нейтана. Скоро этот чувак совсем слетит с катушек. Возможно, ты прав. Держись от него подальше, ладно? И остальным об этом расскажи. Макс, знаешь, что я в говно, но ты выглядишь пипец какой напряженной. Да и твой голос звучит иначе. Ты в порядке? Может, все-таки глотнешь чутка? Нет, не хочу, Джастин. Да и мне нужно идти, может, и тебе стоит проветриться. Пх, давай, согласись со мной, чувак. Ну, нифига себе, Максимус, ты права, здесь я только терзаю себя, да и к тому же я пьян. Разумный и... Джастин, пора бы мне взять свою доску и пойти на рампу. В смысле, чувак, не надо? Нет, серьезно, я уйду отсюда, когда все перестанет шататься. Тут всем плохо вообще, смотри. О, чувак, даже ты напился? Я думал, ты-то будешь уже получше. Хочется сорвать все эти плакаты. Господи. Что с вами со всеми происходит? Вы просто в усмерть уже, да? Всем хреново так? Дайте пройти, я хочу посмотреть, что там. Кто там? Там либо занимаются сексом, либо блюют, либо все сразу. Фу, Макс. О, как тебе? Доброй ночи, прекрасный принц. Господи, какая дичь тут происходит, это просто жесть. Дайте пройти, пожалуйста, дамы. Не разу не был в клубе, слава богу, блин. Просто слава богу. Что у нас тут написано? Все начинает меняться. Я пошел, мне пора в вип-клуб. Больше не с кем тут поговорить, так что идем в вип-клуб. Открывай дверь, пошли обратно, нам нужно в вип-зону. О, чувак материзовался из воздуха, жестко. Это, видимо, охранник какой-то. Давай с тобой поболтаем. Прошу прощения, мне нужно войти. Извини, но это вип-зона, только до членов циклон, понятненько. Я есть в списках. Все нормально. Извини, на моем имя есть в списке, понятненько. Неплохая попытка, но я точно знаю, что Макс Колфилд не является членом клуба циклон. Меня недавно приняли. Послушай. Нет, это ты послушай. Все, что я должна контролировать, все это должна контролировать Кортни. Нет, так что, пожалуйста, уйди. Иди нахрен, я тебе сейчас врежу. Мне нужно найти способ пробраться в чертову вип-зону. Так, во-первых, дай мне неоновые палочки. Они мне принадлежат, это во-первых. Вечеринка без неоновых палочек, не вечеринка. Дай мне неоновые палочки. Ладно. Блин, не дали мне неоновые. Так, во-первых, свали нах. Вся эта вип-херня не особо впечатляет. Так, девушка. Ты что, умственно отстала тебе? Я есть в списках, какого хрена? Я тебя сейчас нахрен убью вообще. Застрелю просто. Кто мне поможет? Йоу. О, Алиса, 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 давай поболтаем, я с тобой еще не пообщался. Поговорим. Вот черт, Алиса, ты как? Ага, меня только что ударила над мной сосиска, я упала в бассейн. Я просто в восторге. И, конечно же, ты впервые не предупредила меня, Макс. А можно было? Хе-хе-хе. Давайте назад. Ага. Ага. А можно еще назад? Так. Я хочу просто ее предупредить. Еще назад. Еще назад. Или я не могу настолько далеко отматывать время? Так, быстрая отмена. Ааа, видимо я не успел. Ааа, ну ясно, понятно, я не успел, я просто не заметил, как ее ударили, серьезно. Ну ладно, тут уж ничего не поделаешь. Давайте еще раз попробуем поговорить теперь. Так, поболтаем с тобой, давай. Да, это мы уже все слышали. А, ничего не изменилось, то есть не было новых вариантов ответа. Можно, конечно, туда попробовать войти, но я думаю, это выгиблое дело, там никто нам не поможет. Джастин вряд ли нам поможет, ему хреново. Блин, я бы Алису предупредил, если бы было время. Вообще, если бы узнала о ее существовании раньше. Напитки, бармен. С дороги. Кто мне может помочь, чуваки? Не Нейтан там случайно отрывается, блин, в красный такой? Не, вроде не он. Пошлите вон туда, вот. Я думаю, не зря там стоит вот эта зона. Ее как-то можно использовать. Сейчас нахрен все сломаем тут у вас, и нормально все будет. О, во, я могу здесь по тропинке пройти. Нормальная тема. Макс, перестаньте, пожалуйста, в стену. Что за тропинка? Подтолкнуть. Все в Блакуиле выглядят так, для меня зловещим. Давай, 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 давайте, давай, давай, давай. Хреначь. На, на. Воу, воу, что за фигня происходит, йоу, пацаны, еээ. Чего, чего в музыку вру? Эй, блин, то основную музыку, я не понял. Да норм все. Я такой, ээээ. Эй ты, да ты какого хрена ты там делаешь? А, быстрая отмена. Только не отменяй полностью А, во, я типа перешел за эту штуку Но при этом Она здесь осталась стоять Пошлите за занавес Надеюсь, там охранника нет Заходим Здорово, здорово Че как оно, вообще Я тут отрываюсь просто Башню сносит, я вообще, тема Можно фонарик, а то ни хрена не видно Ой, я на ВИП-вечеринке Нейтан, член Циклона Так что он должен быть здесь Все, давай, оторваться Е-е-е, Циклон, мы член Циклона Все, погнали, давай сюда Дайте мне энергетика, пиво, дайте риски Давайте сюда, Ром Рейтан, покончи с собой, Рейтан, мертва Вот тебе и клуб Циклон Да и наркоты, наркоты побольше Да и наркоты, посмотрите на тех Лицемерно засранцев им Насрать на окружающих Предитор, надо прямо сюда Сейчас просто бы сидела и смотрела Ужас какой, люди Предитор Она повторяет одно и то же Но я должна убедиться, что Клоя не начнет здесь все Ненавижу это чувство Темное и злое Все, подумала обо всем Все, вставай Пришло время продолжать искать нашу А как вообще туда она попала? На вечеринку Клуба Циклон А прикиньте, ее пригласили, а меня нет О, Заккарий с Даной, здорова Да, Джулиет, а не Даной Я подвешу тебя за яйца Джулиет снова Заккарий Пусть она будет осторожна и начнет выложить домашнее видео с ее участием во время следующей ссоры Где Нейтан? Я не понял Здорово, пацан Девушка О, Тревор Давно не виделись Нет, с ним мы не можем разговаривать Ну иди нахрен, я даже на тебя смотреть не хочу Вообще-то отвратительно Дана, иди сюда Я знаю, что Виктория следующая в списке Нейтана Следует ли мне ее предупредить? Конечно стоит Поговорить Ура, Макс Поверить не могу, что ты пришла Почему бы ты меня не предупредила? Принарядилась бы вместе Я спешила, это видно по моей одежде Да, но ты не видела Нейтана? Конечно нет, я ведь танцевала с Тревором А ты присоединяйся Только прогляди, Тревор пытается попадать в такт Как тебе конец света? Чудесно, это была моя самая фиговая неделя в моей жизни Поэтому хоть сегодня мне нужно побыть Безрассудной студенткой ради Кейта Это ради Кейт напиваться? Поднятно, послушай, Дана, держись подальше от Нейтана, ладно? Конечно, я ведь не хочу портить себе настроение, но мне его жаль Ему нужна помощь, но нет его семьи Ээээ, циклон А ведь циклон только все усугубляет Знаю, Джулет написала статью, где заявила, что считает циклон культом, а я начинаю с ней соглашаться Это больше не весело Похоже, ты очень изменилась Мне не нужен клуб, чтобы быть крутой или иметь друзей Вот ты, к примеру К тому же мне нравится тасоваться с Тревором и его скейтерами Никакой драмы Похоже, у тебя есть план, Дана Я рада, что ты пришла сюда с Тревором Спасибо, правда, он совсем не умеет танцевать, сама посуди Да нормально, он качается Все нормально Я мог с вами поговорить, или мне показалось? А бутылки, там бутылки есть Можно сесть Бутылки есть, можно сесть Че тут у нас вообще? Хватит, блин, бутылок Да норм, че ты Нет, не норм О, смотрите, мило сидят, беседуют И вроде не бухие, вроде нормально общаются Во, нормальная парочка, я нашел Виктория, здорово, давай поговорим Прости, Макс, но вип-зона только для членов циклона Прости, но мое имя есть в списке приглашенных А тебя я вычеркиваю Иди на все четыре селфи, которые мне нет на это времени Очень мило, Макс А ведь я перед тобой извинилась Да че ты оскорбила-то ее? Ты хоть представляешь, что творится в Блэквилле? Кейт Марш чуть не совершила самоубийство всех на глазах Это не моя вина, Макс Даже не пытайся меня обвинить Я не хотел тебя обвинять, я тебя предупредить хотел А обвинить Нейтана, а не обвинять ее? Нет, мы ее точно обвинять не будем, это сто процентов Вот не обвинять мы ее будем или обвинять Нейтана? Конечно же обвиним Нейтана Я виню Нейтана за то, что он накачал Кейт наркотиками Но ведь всем остальным на этой вечеринке было плевать, что Кейт так надралась Да это ж, блин, вечеринка, на ней все нажираются От меня-то ты чего хочешь? Я хочу тебя предупредить Немного человечности, Виктория Ну из-за тебя Нейтана выпер лейтбэкву, а что ж ты не радуешься? А ведь единственная здесь, кому не безразлично, через что проходит Нейтан Это важнее проблемного детства Я не идеально, ясно, я подросток в школе искусств Я здесь только для того, чтобы стать фотографом и прославиться А о чем ты вчера говорила с Джефферсоном? У тебя есть талант, все нормально У тебя есть талант, Виктория, тебе не обязательно идти по головам Ты не понимаешь, мои родители владеют галереей Я знаю, как решаются дела в мире искусства, и решаются они жестко Нет, это ведь искусство, ты не обязан следовать правилам Мистер Джефферсон тоже сам по себе, он ведь знаменит Кстати говоря, Макс Спасибо, что Нозва назвала меня талантливой А пора мне кажется, что это не так Я всегда рад тебя поддержать, Виктория У меня тоже есть сомнения, но ведь выбор за тобой В этом труду поверить, но я не всегда принимаю лучшие решения Труду поверить Как ты думаешь, нам было предназначено не стать друзьями? А почему бы нам не обязаны быть врагами? Нет нужды Ну точно не нет нужды, а вот не обязаны быть врагами или почему бы нам не подружиться? Ну подружиться это вряд ли, она конечно воспримет эту просьбу нормально Вот может быть скажем, что мы не обязательно нам быть врагами А давайте попробуем подружиться А почему бы нам и не подружиться? Мы с тобой любим фотографировать К тому же мы обе немного странные и претенциозные Если будем зависать вместе без венпендрёжа, то уживёмся Я как-то собиралась позвать тебя погулять, но ты сказала, что мои фото Авидона подобны Тогда-то я и передумала Спросила бы, я с радостью сравнила бы с тобой заметки по фотографиям Может мы даже слишком похожи Возможно ты права Ну Макс и Колфилд, возможно мы ещё не поздно Тебе ещё не поздно вступить в Клуб Циклон Было бы неплохо, Виктория Да в смысле? Какая-то ты нерадостная Конечно предупредить её Я хочу спасти Викторию Виктория, послушай меня, твоя жизнь в опасности Я знаю, что вот с Нейтаном друзья Но он неуравномешан, очень опасен Он и правда накачал Кейт наркотиками, чтобы отвезти её туда, где темно Что? Неплохая попытка, Макс, но я тебе не верю Да и зачем мне это делать? Этого я пока не знаю, но из-за него Кейт захотелось умереть, и ты следующая Я думаю, что ты... Макс, это бред, Нейтан мой лучший друг Да, он принимает серьёзные препараты, но это его вина Не его вина Его семья относится к нему как к психу, потому что иногда у него случаются небольшие срывы Но они небольшие, они смертоносные Но они небольшие, они смертоносные Не ловить меня сколько хочешь, но ты обязана мне поверить Ты могла подвести меня, как настоящая стерва, когда на меня упало то ведро Я бы это заслужила Макс, я тебя не ненавижу, мне наоборот кажется, что мы с тобой очень близки Ты странная, но крутая, просто я тебя пока не знаю Может, я просто завидую, ведь тебе не насрать на мнение окружающих, а вот мне нет Насрать? Мне не насрать? Если честно, в последнее время Нейтан меня пугает, его здесь нет, и я его не видела Постарайся не попадаться ему на глаза и будь рядом со своими друзьями, ладно? А, это я сказал Сегодня я не позволю тебе покомандовать мной Позволю, а? У меня есть люди, которые меня в силу защитить, спасибо, что рассказала Макс Ей, я спас её, наконец-то Если ты говоришь правду, то тебе тоже нужно быть осторожной Я могу за себя постоять Эм, напиши мне, если тебе что-то понадобится Обязательно, спасибо, Виктория Аревуар Урнанс, новая подруга, больше друзей Почему бы и нет? Мы сделаем из Виктории настоящего, взрослого, сознательного, умного человека Не идущий по головам других Всё, мы прошли заднюю Возможно, с Викторией мы ещё сможем сдружиться, я рада, что предупредила её Я тоже рад Логан, здорово, чё как она? Ой, я могу с ним поговорить, серьёзно? Логан, можно тебя на минутку? Макс, конечно, поговорим после того, как ты потрясёшь для меня своей жопкой Ну, ясно, понятно, разговор окончен Эм, нет, ты видел Нейтана? Я даже не могу развести Викторию Тейлор на тверк А ты хочешь потусоваться с Нейтаном? Почему? У меня с ним дела, это не твоё... У меня с ним дела У меня с ним дела Тогда поговори с его батей У него денег больше, чем у самого Господа Бога И он тратит их на циклоны, не на лузеров в дорогих костюмах Логан, это бассейн Именно с вами ты не видел Нейтана? Расспроси Викторию, она всегда знает, где он Она не знает Почему ты не хочешь тусоваться со мной, Макс? Ты такая милая, мы почти не общаемся Прошу прощения, я просто это жаль. О чём нам говорить? Да хоть о следующей игре Бигфудов. Я бы отвёл тебя на поле, показал пару движений. Сделал тебе тачдаун. Логан, я тебе сейчас треснул. Чёрт, разговор с тобой вышел куда интереснее танцев. До встречи, Макс. Какой ужас. Этого сукиного сына здесь нет. Где же ты, Нейт? Надо поговорить с Лоей. Как она вообще на вечеринке клуба Циклон? Чё она там делает? Ты точно не знаешь, Виктория? Ладно, пофигу. Можно я возьму еды немножко? Это точно еда? Это чипсы? Чипсы и крекеры. Циклон ни на чём не экономит. Да нормально. О, Тейлор, здорово. Дай поболтаем. Господи, Макс, серьёзно, что ты здесь забыла? Тейлор, ты не видела Нейтана? Если даже и видела, это не твоё дело. Мы в веб-зоне, здесь тебе не место, так что вали отсюда к лузерам. Продолжай танцевать. Просто продолжай танцевать для Виктории и Тейлора. Держись подальше от Нейтана. Спасибо за заботу, что ли. Да я всегда рад помочь. Я не собираюсь учить тебя танцем. Проваливай. Тут Бонг, кстати, валялся. Девушка. Бонг? Вы серьёзно? Они тут накуриваются ещё, что ли? Господи Иисусе. Хейден. Можно с тобой пообщаться? Ты вроде нормальный был парень в прошлый раз, но относительно. Почему эта девушка без сознания? Она и в говнище, и всем наплевать. Блэкбилл ничему не учится. Хейден, давай пообщаемся. Ты как там вообще? Я могу как-то к тебе подойти? Потому что я вроде не могу. Не, подожди, подожди. Надо с Клоей сначала пообщаться. Хейден. Вроде его подсвечивает, но я не могу подойти к нему близко. О, нет, вот могу пообщаться. Нормально тебе. Как жизнь Хейден? Посмотрите на небо. Это Супер Макс пришла спасти Тусу. Ты видел Нейтана? Я тут только выкурил косячок, так что я с трудом тебя вижу. Да и красоты, краном не разглядеть. Хочешь затянуться? Да. Нет. Нет, я хочу найти Нейтана. Нет, я хочу найти Нейтана. Я тоже. Он должен был принести на Тусу кое-что убойное. Надеюсь. Ведь на Тусе... На Тусе... Каждый должен тусоваться. Не на этой неделе. Так что-то нибудь ты видел Нейтана? Видимо, тебе придется поспрашивать о остальных, или можешь сесть со мной упороться. Шон Прескот, а Виктория знает? Шон Прескот, давайте про Шон Прескот поговорим хоть раз. Фейдан, а Шон Прескот платит за вечеринки Циклона? А за что он не платит? Да Прескоты срут деньгами, иначе как бы они могли позволить себе диджея Думсдей? Семейка Прескотов буквально вынуждает людей плясать. Да пофиг, я пришел в этот мир для того, чтобы веселиться. И тоже как-нибудь попробуй, Макс. Я наконец-то убедил вас, Даной, прийти на вечеринку Циклона. Вы только и делаете, что... Читаете мне лекции. Прямо как мистер Мэтсон, ей-богу. Кейт на последней вечеринке Циклона была не очень-то весело. Послушай, Хейдан. Просто держись подальше от Нейтана. Это уже по твоей части, Макс. Возвращайся, когда захочешь оторваться. Я всех вообще предупреждаю, кого я вижу. О том, что Нейтан опасен. А что там у нас за выход с вечеринки? Видимо, это там второй выход, через который мы зашли. Туда нам не надо идти. Я хотел пройти, но потом передумал. О, кислородный баллон. А что он тут делает? Не-не, я хочу с Хлоей поговорить, прежде чем покидать вечеринку. Ну, кажется, я не могу покидать вечеринку, не поговорив с Хлоей. Да, я могу только взглянуть. Да, я не могу. Ладно, давайте пойдем, посмотрим, что нас ждет. Погнали, Хлоя. Вот ты где, Хлоя. Нейтана здесь нет. Сегодня его никто не видел. Его нет ни наверху, ни в раздевалках. Бистер Джефферсон? Черт, может он прячется в общаке? Так пойдем проверим. Больше ему от нас не спрятаться. Ты все-таки пришла, Макс. О, здравствуйте, мистер Джефферсон. Эм, у вас все хорошо, выглядит это так, будто какая-то у вас секретная миссия. Ты тоже бухой? Да я просто ищу Нейтана. А, не знал, что вы друзья. Последний раз видел его днем. Он тоже бухой в говнище. Он выглядел расстроенным. Думаю, очень беспокоится эта ситуация с Кейт. Да, я не думаю. Да, ну и видно. Поговорим позже, Макс. Мне нужно объединить победителя конкурса. Жаль, что ты решила не участвовать. Когда-нибудь тебе придется написать резюме и составить портфолио. Не знаю, что ты... Но я знаю, что ты справишься. Спасибо, будем на это надеяться. Прошу прощения, мне нужно настроиться. Валим отсюда к чертям, Макс. Да тут вообще какая-то жесть происходит нереальная. Серьезно? Так, прошу успокоиться. Спасибо, спасибо. Для меня это многое значит. Так ты главный, короче. Не хочу мешать вам развлекаться, но настало время объединить победителя конкурса Герой Дня. Виктория. Но сначала я хочу поблагодарить всех, кто предоставил мне свои работы. И те, кто хотел это сделать. Самый важный шаг в становлении художника, научиться делиться своим творчеством с миром. Все, что вы представляете Академией Блэквелл и то, что она отстаивает. Если вам интересно мое мнение, то вы все герои Дня. Конверт, пожалуйста. И победителем становится... Виктория. Вот это поворот. Виктория Чейз! Да, здорово, Виктория. Молодец. О, Господи. А я мог выиграть вообще теоретически? Спасибо вам большое, мистер Джефферсон. Именно ваши невероятные фотографии стали причиной моего поступления в Блэквелл. Надеюсь, я не опозорю ваше имя и славу. Также я хочу поблагодарить всех вас, студентов, за то, что вы следуете зову сердца. И я бы хотела посвятить эту награду Кейт Марш. Она настоящий герой Дня Блэквелла. Жду, не дождусь ее возвращения. Спасибо. Е-е-е, Виктория стала добрая, Виктория... Виктория победила. Какой сюрприз. Поверить не могу, что она шантажировала Джефферсона. Хотя нет, могу. Какая нафиг разница? Личел мертва. А все, что я хочу найти этого урода Нейтана сейчас же. Я тоже. Пойдем проверим общаги. Фух, господи Иисусе, как много текста, как много приходится говорить. Когда болеешь, это не очень легко, честно говоря. Знаете, это похоже на конец эпизода. Поэтому сейчас, если будет конечная заставочка, мы с вами закончим. И будем уже проходить последний эпизод, пятый. Там должно все раскрываться. Самое интересное должно быть именно там. Угу, куда это мы пришли? О, господи. Нейтан не написал. Не сказал, не может что-то протеки. Нам нужно на свалку ехать. Он что, узнал, что ли, о том, что мы его ищем? Вот ты хелп, Орстер. Кто-то сдал нас. Видимо, я кому-то не тому сказал. Насчет Нейтана. И он меня сдал. Фак. Фак. Ну почему? Ну почему? Жить невозможно по-уму. Ну почему? А зачем нам на свалку идти? Даже если он вызовет нас и типа скажет, я, короче, приду, вас убью, всех его, то мы сможем встретиться с ним, отмотать время и, не знаю, забрать у него пистолет из кармана. Подкравшись к нему сзади, а потом наставить на него стол и убить его. Ну, теоретически. Если, конечно, он сразу не в голову нам будет стрелять. Да, так-то риск достаточно большой. Надеюсь, все закончится хотя бы неплохо. Потому что то, как сейчас все происходит, меня не очень радует. Потому что какая-то жесть нереальная творится. Но, по крайней мере, кусочки мозаики составляются воедино. Неужели именно Нейтан все это организовал? Серьезно, как он это все смог сделать? Хлоя, не шуми ты так. Точно. Просто будь готов сразу отматывать время, если Нейтан попытается застать нас расплох. Как скажешь, Хлоя. А, видимо, это еще не конец. У нас еще одна будет, видимо, тема. А, все, нам вернули управление. Давайте почитаем немножечко. Мы с Слой остановились на парковке Блэквелла, завалились на конец света. Так как иронично, пришлось быстро отшить бедного Уоррена. А, это, подожди, это я уже читал. Словно воспоминание о том, что время Аркадии Бэй подходит к концу, но увидел на небе сразу две луны. Ну или, по крайней мере, было на то похоже, пока все не затянуло облаками. Я прищурилась и протерла глаза, словно дура, чтобы убедиться, что мне не затуманило взор. Был ли это знак или просто иллюзия? Остальные тоже это видели. Кроме Хлои, ослепленной возмездия. Она влетела в зал в поисках Нейтана быстрее, чем смогла ее догнать. Нейтан даже не знает, что его время на исходе, и никакой иронии. Моя первая и последняя вечеринка циклона в спешке света за пультом. Диджей Дум без комментариев. В кальтеративной реальности я бы стояла в сторонке, волновалась, ждала, пока кто-нибудь пригласит на танец, но этого я же и боялась. И на том мои проблемы бы заканчивались. И теперь взгляните на меня. Ну, сначала нужно найти Хлою Нейтана, пока она его не застрелила. Не важно, сколько всего она терпелась от Виктории, и она так или иначе просто ужасно неуверена в себе. Она обладает талантом и склонностью быть жестокой тварью безо всяких причин. Я старалась быть выше наших драм, учитывая, что она тоже замешана в происходящем. Мы поговорили как разумные люди, и я предупредила Викторию без подробностей. Она мне поверила, и мне стало ужасно тепло из-за этого, что я нашла общий язык со своим врагом. Как лучик света во тьме нужно открыть шторы. У меня сообщение, кстати, от Кейт. О! Спасибо огромное, что навестила меня, Макс, ты подняла мне настроение. Я была так рада видеть, что ты снова улыбаешься, так много для меня значишь, как и для многих других. Мне нужно бежать, но я хотела еще раз пожелать вам с Вороном хорошо сходить в кино. Он такой милый, принес мне несколько учебников для занятий. Обними его за меня. Обязательно. Позвони, как освободишься. Господи, как хорошо у нас все в Кейт обстоит. Я прям не нарадуюсь. О, Хлоя, ну это старые сообщения. Ладно, давайте продолжать. Сейчас я только проверю записи, и мы с вами продолжим. Так, все, погнали, все работает. Куда мы идем, господи? Сейчас Нейтана грохнем, или что? Или ты грохнешь, Хлоя, Нейтана? И что мне делать потом? Боже, блин, как же хочется убить этого психа. Послушай, по твоей крики тут рассосредоточиться, успокойся. Куда идти? Ладно, хоть фонариком светить можно. Куда мы идем вообще, Хлоя? Где ты? Блин, куда идти? О, гриб. Или что это, блин? Господи, где я вообще? Может, нам стоит вызвать полицию? Да так и стоило. Зачем вы сюда потащились? Он вас сейчас грохнет обоих нафиг. Или Хлоя его грохнет? Ты его там видела, Макс, погоди. Хлоя, ты где вообще? Я тебя не вижу. А я отсюда пришел вроде, да? Хлоя, ты где? Я ни хрена не вижу здесь. Куда ты ушла? А, вижу он. Чувиха, не отставай. Да иду, иду, я тебя наконец-то увидел. Куда теперь? Куда, куда идти-то, Хлоя? Нужен, нужен Найтона праздохнуть. Послушай, если ты не успокоишься, то Найтона мы не найдем. What the hell? Что за хоррор вообще? Пошел! Рэйчел, я за тебя отомщу, клянусь. Давай не надо, а? Давай ты отомстишь только не убийством Нейтона. Макс, поторопись, пожалуйста. О, отлично. Что, вы закапываете или наоборот? О боже, Макс, смотри, она еще тут. Не смотри, Хлоя. А что, если это не она, кстати? Может, это кошка или собака? О, нет. О, нет. Нет, не, 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 не надо эту штуку. Ты охренел? Мочи его, Хлоя, мочи его, мочи. Хлоя, берегись. Фаааак. О, прям в голову. Ммм. Ммм. Макс, давай отматывать время назад и побыстрее, пожалуйста. Да, ну да, я таки думал, говна кусок, блин. Я не зря тебя подозревал. Питер Пен, блин, чертов. Я тебя знал, я знал, что это он. Вот я знал, блин, что это ты, говна кусок. Вот дерьмо на палочке. Я тебя, я тебя убью, слышал? Я тебя прикончу. Я тебя возьму, выпотрошу и повешу, короче, на флагштоке перед школой. Чтобы все знали, блин, кто тут главный Г. Это думаю, а что там Нейтан тоже валяется с этой, как его? Забыл. Как он называется-то? С... С Рэйчел, мертвой. Тоже валяется, только он, видимо, живой остался, да? Ну, ясно, ясно, понятно. Вы отказались выполнять просьбу Хлои, вы не оставляли сообщение на доске Уоррена, никто не пострадал, 63% Виктория поверила вам. Ну, и как-то так у нас закончился эпизод, еще сейчас другие выборы нам покажут. Вы спасли синюю Сойку, вы потревожили птичье гнездо. Вы добрались до файлов Дэвида другим путем. Кейт помогла вам найти комнату Нейтана. Вы одушевили Дэйла... Вообще-то я сам ее нашел, она мне после уже отправила сообщение. Вы одушевили Дэйла пойти на вечеринку клуба Циклон, вы оставили сообщение на доске Уоррена, вы не узнали пин-код от телефона Нейтана. Ну, я его взломал так. Или Алиса упала в бассейн, обидно, конечно. Вот это, конечно, не очень-то хорошо. Ну, на этом я буду заканчивать, большое спасибо, что посмотрели, вот так вот у нас закончился эпизод. Мне не нравится, как закончился, серьезно, вот. Почему Хлою убили? Меня накачали, видимо, наркотой или каким-то хренью, я не могу даже отмотать время. Я не знаю, в курсе ли мистер Джефферсон мои силы, я надеюсь, что нет, и мы отмотаем с вами время и убьем этого урода, Хлою спасем, потому что я не хочу, чтобы все закончилось так, что, типа, Хлоя сдохла и все так плохо закончилось. Ну, у меня, честно говоря, небольшим впечатлением от этого эпизода, но я знал, что мистер Джефферсон кусок говна, и это было очевидно. Я не знаю, это просто самый непредсказуемый ход, который уже стал предсказуемым, потому что игры в таком плане, они не раз уже выходили, и это был очевидный ход для меня. Я, конечно, знаете, вот, когда он уже выступил на вечеринке клуба Циклон, я уже подозревал его, начал снова подозревать, но при этом я подумал, а, вроде он просто героя дня объявил, ничего страшного. И когда я его обвинил, он сказал, типа, да, хорошо, чтобы не возникать, представьте, никаких опасений нет. Надо было не Нейтана обвинить, надо было обвинить мистера Джефферсона, но почему-то я решил обвинить Нейтана, а Нейтан, может, даже и ни в чем не виноват. Господи, это просто жесть какая-то, а может, он подельник, фиг его знает. Ну, так или иначе, мистер Джефферсон все виноват, и так вот у нас все сложилось, я уже думаю, если я буду проходить один в следующий раз, может быть, и не один, не знаю, то я сделаю все по-другому. Я буду всячески мистера Джефферсона, короче, того самого. Ну, на этом я буду заканчивать, большое спасибо, что посмотрели, с вами был Ник, удачи, до скорых встреч, еще увидимся, пока-пока.